Радио «Эхо Москвы» И теперь я еще могу себя представить как автора книги, которую мы написали вместе с моей подругой, коллегой Ларисой Селезневой, доктором филологических наук, доцентом РГСУ. Книга называется «Эффективная бизнес-коммуникация». Это немножко скучно, но нам оставило издательство, за что ему большое спасибо, наш веселый подзаголовок «Волшебные таблетки для деловых людей». Мы надеялись, что мы ее даже сегодня разыграем. Я потом покажу обложку, она у меня есть, припрятана на слайде, такой рояд в кустах где-то посредине. Потому что «Тотальный диктант» просил меня поговорить не только о деловой коммуникации, но и, ну как бы, чтобы это было ориентировано не только на бизнес-сообщество, но и на людей вообще. Вот я как бы так и решила поговорить с вами. А скажите, кто занимается деловой коммуникацией? Много таких людей? Много. Ну, мы оставим еще минутки на вопросы, и что-то я по ходу жизни расскажу полезное для вас в том числе. Хотела бы я начать вот с чего, что цифровая эпоха, на мой взгляд, произвела некоторые изменения. Потому что я не случайно хочу напомнить цитату из Антуана де Сент-Экзюпери, которую мы по-прежнему повторяем. Кто ж не знает старика-экзюпери, кто ж не знает про радость человеческого общения. Но вот цифровая эпоха первое революционное изменение внесла именно вот в том, что касается общения и контактов. Потому что если мы найдем определение словарное, слов общения и контакт, прежде всего контакт, то сейчас доминирует техническое определение. Это, ну, когда есть проводочки, они соединяются, и вот на месте соединения тоже возникает контакт. Есть еще общечеловеческое определение, контакт. Есть контакт, возникает контакт. Это когда возникает что-то общее между людьми, которые общаются, да, и что-то вот и как-то, к какому-то согласию приходят, думают в одном направлении, говорят об одном и том же. И это очень все изменилось. Изменилось в том числе и само понимание коммуникации. Потому что вот то, что вы видите на слайдах, и за моей спиной, и справа слева, это два определения из специальных словарей, лингвистических. Это не Википедия какая-нибудь, где каждый пишет в меру своего понимания, образования. Ну вот смотрите, 10 лет тому назад, даже уже больше, почти 20 лет тому назад, лингвистический, циклопедический словарь слева определения, определял коммуникацию от латинского коммуникацию, делаю общим, связываю, общаюсь, как общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и так далее, как специфическую форму взаимодействия людей. Но то, что в процессе познавательной трудовой деятельности, понятно, это писалось еще в Советском Союзе, как же можно было иначе написать. И вот 2009 год, то есть прошло буквально 20 лет даже неполных, и как изменилось само понимание. Коммуникация от того же самого латинского слова, коммуникацию, которое уже переводится на русский язык, иначе сообщение, передача, заметьте. И определяется коммуникация уже как обмен информацией. Вот действительно мы прошли такой большой путь за последние 20 лет от общения к передаче информации. У меня был пример, который, подсмотренная сценка в жизни, которая меня привела в выступление, но однажды я его вам приведу. Было 14 февраля, день всех влюбленных. В кафе входит мальчик с девочкой. Все как положено. Цветочки, шарик в виде сердечка. Они так идут приобнявшись, садятся за стол. Дальше они не подняли глаз от смартфона ни одного раза за полтора часа. И даже, честно говоря, не сказали друг другу ни слова. Но кроме того, что девочка один раз процитировала смс-ку, и один раз они сделали заказ. И потом еще произнесли магические слова. Можно расплатиться или посчитайте, пожалуйста. После этого они точно так же через полтора часа вышли чинно в обмемочку с этим шариком-сердечком. С моей точки зрения, коммуникация была? Да, наверное, какая-то была. Вот такая. Словесной точно не было. Они не разговаривали. Ну вот сейчас считается, что там зато было единение душ, что они понимают друг друга без слов. Ну вот сейчас я вам попробую на примерах показать, что получается из того, что мы все время на связи. Ну, во-первых, что изменилось? Потому что раньше вы, когда прощались с друзьями, вы что говорили? До свидания, до встречи, да? Или, ну, если это по телефону, да? Да, ну, созвонимся, да? Там, услышимся. Такое не очень любимое. Сейчас это до связи и на связи. И я приведу на слайде, чтобы можно было пробежать глазами, цитату из Максима Крангауза. Он, в общем, одним из первых обратил это внимание на то, что изменяется сам этикет. И что такое связь? Что такое связь? Это телефонный звонок, скайп, электронная почта, социальная сеть, благосфера, чат. Масса всяких, сейчас уже WhatsApp, да, Viber там появился, Telegram с тех пор. Какие-то современные технологии, которые стали нейтральной встречей. Теперь уже именно связь, вот такой контакт, становится точкой отсчета в человеческом взаимодействии. Что самое смешное. И, как пишет Крангауз, мы висим себе где-то во всеобщем коммуникативном пространстве, скованные одной цепью коммуникации, связанные одной целью перманентного общения. Это так. Мы, конечно, связаны одной цепью, но есть некоторая разница. Потому что связанные этой одной цепью оказались как минимум четыре поколения. Это бэби-бумеры, это я. Это люди, которые родились с 1943 по 1963 год. Я вот где-то так на верхней границе этого поколения. Следующее поколение – это поколение Х, которые еще помнят коммуникацию, которая была общением, а не передачей информации. И поколение Y и Z, которые уже, можно сказать, родились с мобильным телефоном в руках. И впитывают это все не с молоком матери, а вот именно от электромогоэкрана. Конечно, ни для кого не секрет, что сейчас трехлетние дети иногда разбираются гораздо лучше в смартфонах, чем бабушки и дедушки, которые тоже не такие уж прямо еще и старые. И здесь вот действительно получается, что у нас выросло поколение текста и поколение текстинга. То есть те, которые писали еще какие-то письма друг к другу и читали неэлектронные книги, и те, которые уже в основном общаются с помощью коротких сообщений, с помощью мессенджеров. В этом нет ничего плохого, но это накладывает некоторый свой отпечаток на то, что происходит между нами. Во-первых, начинает доминировать смс-стиль. И я вас, дорогие друзья, прошу обратить внимание, писать смс нужно именно так, не латинскими буквами, а вот кириллицей родной. И вот эти вот три буковки смс большими буквочками, так вот кодифицировали орфографисты. Ну вот, например, наверное, это всем уже знакомо, да? Вот, today пишется так, используются цифры, да, для сокращения какие-то. For you пишется так, или, например, thanks, спасибо. Например, моя подруга из поколения беби-бумеров переняла чудесную моду писать 3х вместо целую. Я не могу этого из себя выдавить, и ей в ответ на ее 3х, еще бывает с большой буквы и с маленькой буквы. То есть это, видимо, горячие поцелуи, и не очень горячие поцелуи. Я все равно отвечаю, Машка, целую, обнимаю, в общем, русскими словами. Есть еще другая история. Например, 88 означает в Китае до свидания, потому что китайцы очень любят прощаться по-английски, говорить bye-bye, а это по-китайски звучит как ba, а это произносится так же, как восемь. А вот дальше, почему 35 в Англии означает нет денег, а 11 срок истек? У вас есть какие-нибудь гипотезы, откуда это могло взяться? Потому что все имеет свои какие-то корни и свое происхождение, все осмыслено тут. Ну, как у слова бывает, этимология и какие-то предшественники. Вот так, здесь тоже есть своя этимология. Где могло быть 35 нет денег и 11 срок истек? Начнем с последнего. Задумались. Считай до трех. До трех. Нет, там не с произношением. Срок истек. 11 означает срок истек. Мне кажется, что это с карточкой. Точно. А с какой карточкой может быть? А с 20. Если нет денег, недостаточно денег или срок истек. Где это обычно проверяется? Вот чаще всего. Пластиковая карта. Тепло. Карта пластиковая. Есть такой особый приборчик, который называется валидатор. Вот когда в Англии, вот в этот валидатор в общественном транспорте вы засовываете или прислоняете, не знаю, в Англии не было, не знаю, как это делается, карточку, то если на ней нет денег, выходит код 35. Если срок истек, выходит 11. Вот это, поскольку часто используется, было взято англичанами на вооружение. И вот теперь можно сказать, ты поедешь в этом году на Мальдивы, а тебе в ответ 35. И человек понимает, что денег нет уехать на Мальдивы, да? Или, например, ты успел написать статью? Нет, я ее даже не буду писать, потому что 11. Срок уже все равно истек, и чего же тут дальше думать. И второе, значит, доминирует смс-стиль общения, доминирует смс-текст. Вы можете прочистить эту фразу? Это фраза из сочинения одной шотландской 13-летней девочки, которая была, ну, лет 20 тому назад, она потрясла абсолютно. Учительница, учительница была просто в припадке нервном. Вот поколение Y и Z обычно считывает. О чем тут идет речь? Мы привыкли ездить с моей сестрой, а с ее... Ну, не столько привыкли, нет? Так, смотрим. Я вам сейчас переводик. Мы просто поехали. Это сочинение на тему, как я провел этим летом, да, вот только в Шотландии. Вот, значит, шотландская девочка ездила в Нью-Йорк. Это сразу с переводом, потому что вот так звучит гамлетовский вопрос, и действительно британские ученые, в хорошем смысле, реально ученые, реально британские, попробовали приобщить молодое поколение к чтению, переведя Шекспира на язык СМС. Вот так вот там звучал гамлетовский вопрос. Дальше это просто уже электронное письмо в небесную канцелярию, потому что так в английском, в англоязычных странах шифруется молитва «Отче наш, сущий на небесе», да, вот, соответственно. Ну, и это сейчас вот примерчик, такой сразу его вытащу. Вот, это переписка российских школьников. Вот, подсмотрена. «Ты где? В школе? А что? Давай встретимся. Я очень соскучу. Я тоже. Ок, звони. Икс – это поцелуй. Один, заметьте, не три сразу. Но горячий, видимо так. В общем, доминируют действительно такие тексты, которые без перевода невозможно. Что еще принесла нам цифровая эпоха? Она нам принесла смайлики вместо чувств. А здесь фотографии. И, может быть, кто-то когда-то попал в поезд, который назывался «Шекспировские страсти». Шекспировский поезд где-то года три тому назад ходил по московскому метрополитену. Сначала по Кольцу, потом по, по-моему, Арбатском-Покровской линии. И там вот появилось очень много. Видите, шекспировские страсти с хэштегом? И произошла очень интересная вещь. Потому что там появились, вот что вы можете видеть, ум, честь, совесть, дружба и любовь. Слова очень символически нагруженные, очень эмоционально нагруженные, согласитесь, да? Вот они как бы много значат. Это слова-символы, слова, вот не побоюсь этого слова, склепы духовные такие, некоторые за ними стоят. И они стали писаться с хэштегами. И сразу потеряли эту эмоциональность, превратившись в какой-то служебный знак. И поэтому, конечно, зло есть добро. И, конечно, нужны смайлики. Потому что без смайликов уже как-то вот не хватает эмоций. Непонятно, где же тут страсти. Или добро может обернуться злом. Ну и даже вот такие страсти специально рисовали люди. Потому что все-таки вот хэштег и смайл, он не добавляет эмоций. Но еще, что очень интересно, что у нас смайлики стали употребляться вместо знаков припинания. Вот скажите честно, кто-нибудь может поставить точку в электронном сообщении, в месседже. Вы можете, да? Я заставляю себя это делать. Нас немного, но мы есть. Да, мы есть. И мы будем стоять до последнего. И даже если хочется поставить скобку, да, вот такую со смайлом поставим, да. Сейчас очень интересное явление, потому что вот у меня к вам вопрос. Вы не заметили, практически не используется двоеточие и точка с запятой, как знаки припинания. Действительно, вместо запятой всегда ставится запятая просто, ну, по большей части в такой обычной переписке, а вместо двоеточия ставится, как правило, тире. А почему? У меня есть гипотеза. Ну, вот как должно выглядеть нормальное двоеточие. А вот это что? Мне кажется, что двоеточие кажется людям, недорисованным смайликом. И вместо него вот рисуется такая штучка. Ну, соответственно, с точкой с запятой здесь получится только так, иконкой, потому что не преобразует автоматический ворд в картиночку. Я ее не захотела искать. Ну, еще вот, значит, люди пишут сейчас уже, выражая эмоции вот так. И, в частности, Ольга Лукинова, специалист по сетикету, она считает, что это просто вот очень невежливо писать сразу много скобок, потому что это все равно, чтобы кричить а-а-а, да, вот, и всячески беслюзь. Ругаться к обслугам – это известный уже там с разиологизм нашего времени, но вот это почти ругаться к обслугам, то есть это быть зашкаливающие эмоции за этим стоят. Что еще распространилось? Еще одно средство экономии, речевой и коммуникационной экономии – это стикеры и эмоции. Как вы видите, здесь такая интересная картинка на слайде. Вы, наверное, думаете, сейчас лето, слава богу, пусть даже и бабье такой, да, плавно натикающейся. А здесь у нас зима. Абсолютно реальная сцена из жизни. Коллега из РГГУ рассказывала, что была потрясена. Шла зимой по не очень хорошо вычищенному тротуару. Поскользнулся человек, упал. Лежит, встать сразу не может, потому что скользко и ушибся. Мимо идут люди и не пытаются подать руку. Останавливается студентка молодая, преподаватель это видит так на подходе. И думает, ну наконец-то, вроде моя студентка должна хорошо. Студентка посмотрела и сказала на окружающих, сказала Д, доброта. И прошла мимо. Вот действительно сейчас вот эта Д, доброта. Я не хочу сказать, что все чувства ушли в стикеры. Но очень часто вот эта виртуальность коммуникации, она делает как бы мир тоже виртуальным. То есть уже вот человек, я еще об этом в конце поговорю, покажу реальные диалоги, где это видно очень хорошо. Он тоже какой-то мультиперсонаж. С ним в общем-то я разговариваю. А что с ним разговаривать-то? А, и появляются у нас как стикеры, которые вот Д, доброта, там, да, Л, любовь или что-то еще такое, или хэштеги. Появляются и такие слова, которые тоже можно условно назвать стикерами или словами-эмплемами, которые съедают ряд синонимов, которые показывали тонкие оттенки значения. Ну, это такое как бы имя класса. Мы обозначили, приклеили ярлычок, пошли дальше. Я здесь привожу на слайдах только три слова. Озвучить и всего несколько его синонимов разных. Например, произнести, сказать, довести до сведения, высказать вслух какие-то мысли, проартикулировать, обнародовать, процитировать, упомянуть. На самом деле список глаголов, который заменил собой озвучий, занимает 12-м шрифтом Таймса через одинарный интервал лист форматом А4. Вот если все собрать по национальному корпусу, получается вот такой огромный запас. Слово «история» заменяет вообще все, что угодно. От ингредиентов, из которых делается блюдо, до какой-нибудь песни, до каких-нибудь босоножек с переклёстным ремнём, которые некомплементарной историей считает Эвелина Хромченко. Я сегодня ещё раз процитирую потом. И масса всяких таких вещей. То же самое, что я сейчас сказала не случайно, потому что раньше в этой функции продолжают они употребляться, были слова «вещь» и «дело». Вот если я вам скажу, это такая история, это такая вещь, это такое дело, абсолютно равноправные высказывания, но для того, чтобы понять, что конкретно я имею в виду, нужен очень большой контекст, который бы нам что-то такое прояснил. Великий. Вы не заметили, что у нас все стали великими? Актёры все великие, писатели все великие, спортсмены все великие. В то время как кто-то из них знаменитый, известный, популярный, талантливый. Ну там дальше тоже можно список продолжать. Но у нас есть одно слово, мы им пользуемся. Точно так же, например, у нас больше нет неудобных вопросов, острых вопросов, деликатных вопросов, пикантных вопросов, провокационных вопросов. У нас есть тяжелые вопросы, на которые тяжело что-то ответить и тяжело что-то сказать. И еще два слова, которые вы точно знаете, это адекватный и вменяемый. И, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Адекватная зарплата и вменяемая зарплата как различаются? Они различаются чуть-чуть с оттенками, правда? Адекватные вопросы зарплаты и вменяемая зарплата. Адекватная зарплата это какая? Созмеримая. Отвечающая требования. А требования, как правило, достаточно высоки, правда? То есть адекватная это как бы... Это лучше, чем вменяемая. Это повыше, да? А вменяемая это, ну хорошо, ладно, да, ну приемлемая, совершенно верно. Это не то, о чем я мечтал, но ладно, сгодится. Теперь у меня к вам другой вопрос. А адекватные и вменяемые цены как отличаются? Вменяемые, кстати, можно еще... Вменяемые это скорее выше, да? То есть это как бы... То есть вменяемые цены годятся при адекватной зарплате, а адекватные цены соответствуют вменяемой зарплате. То есть видите, слово абсолютно разные полюса обозначает, но это еще не все. Потому что у нас появилась еще классификация общества и наших коммуникантов по вменяемости и адекватности. Потому что вменяемый человек это воспринимающий, которого можно адекватно... Нет, вообще на самом деле сейчас уже все перепуталось. Потому что раньше правильно реагирующие на воспринятое, это просто как бы... Да, мы с ним говорим на одном языке. А вменяемый это воспринимающий и делающий так, как нам надо. Вменяемый это тот, с которым можно договориться, с которым можно что-то просить из организма втюхнуть. Ну по-хорошему, да? Так вот объяснить. А нормальный это просто, хороший, ну и вот там соответственно. Раньше это были психиатрические термины, но у нас судя по всему сейчас наступила эра нормальности, вот такая мода на нормальность. То есть нормальный это просто хороший человек, но он нормальный человек. Это же не то, что он психически здоров, правда? Ну нормальный такой, свой парень или там, не знаю, своя доску, девушка. В общем, все с ними хорошо. Что еще сделала цифровая эпоха? Цифровая эпоха изменила представление о вежливости. При этом тут, конечно, они с одной стороны смешные картинки, но лирбисты, они же люди такие, что они любят что-то изучать методом включенного наблюдения. Вот тебе нахамили в транспорте, ты это записал на карандаш, потом объясняешь людям, что произошло с языком. Ну вот эта картинка из нашего, как сказать, я бы сказала, границы миллениума. Дальше была стадия, вы выходите на следующей остановке, нет, тогда давайте меняться, а что у вас есть, да? Такое вот легкое непонимание. Сейчас по моим наблюдениям, чем ближе человек стоит к двери, тем больше вероятность, что он не выходит на следующей остановке. И еще я заметила, что поколение Y и Z, это люди не слова, это люди действия, потому что они просто встают и идут. А если это особенно вы сидите в автобусе, это, я бы сказала, это челлендж, на который нужно еще хорошо, адекватно и вменяемо отреагировать, потому что вы должны моментально сообразить, что человеку надо прямо сейчас выйти, подхватить ноги, руки, сумки, все это дело не рассыпать и дать ему дорогу, потому что он все равно пройдет, но последствия могут быть другие. И вот сейчас, например, на следующий вы ходите, там жесткий ответ. Не лезь в мою жизнь, мразь. Ну, это, конечно, крайняя степень реакции, но это правда воспринимается как оскорбление, как вторжение, как нарушение правильности, потому что зачем же говорить? Ну, ты просто обойди, если тебе уж так надо. Вот это действительно все меняется слегка и появляется у нас то, что я обозначила вот таким знаком. Вот, смотрите, на картинке что случилось? Кто-то распахнул дверь, ударил человека. Что нужно сказать в таких случаях? Слушайте, меня пугает, вот эта секунда замешательства меня пугает. Вот, отлично, есть люди, которые это помнят. Мне пришлось два раза это объяснять, когда один раз на моих глазах чуть не сломали локоть выходящей женщине, а другой раз вылили стакан горячего кофе на профессора в РГГУ. Мы там сказали, в этих случаях обычно говорится извиняться, потому что реакция очень интересная. Человек стоит и ждет какую-то клавишу, на которую можно нажать Enter, и все как-то само собой уладится. Но клавиши нет, а он уже не помнит, что должно быть написано на этой клавише. К сожалению, вот я должна констатировать, что поколения Y и Z не знают стандартных формул реакции и не очень хорошо знают стандартные формулы вежливости. То есть вот этикетные формулы уже изобретаются заново. И есть, как, скажем, был шестисмайловый набор эмоций в Фейсбуке, и вот тогда, еще раз сошлись на Макс Карангауза, он первым сказал, что это очень опасно, потому что когда улыбающийся и плачущий смайлик, это понятно, что это условные знаки эмоций. Когда их шесть, они уже выражают гораздо больший спектр, и это, конечно, язык элочки-людоедки, даже меньше, чем элочки-людоедки, но это уже какой-никакой язык. И вот поэтому есть опасность того, что это заменят. Сейчас у нас ходит, назовем его пятисмайловым джентльменским набором вежливого человека у нас в интернете, потому что если вы наберете, что такое вежливость, правила вежливости, вам выйдет, что вы должны употреблять пять волшебных слов. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и извините. Если вы будете дальше по замечательной ремарке эти слова употреблять, вас все сочтут вежливым человеком, и вас ждет успех и процветание. Вот сейчас все этими пяти словами пользуются, хотя есть и другие какие-то этикетные формулы. В этом тоже есть некая опасность, это печально. Ну и много букв не в части, как известно. Поэтому идут сокращения на вежливости. Во-первых, доброе утро, доброе, это уже понятно. И вот в частности во внеклассном чтении Борис Акунин в уста своего героя Николаса Фондорина вложил. Сколько раз я объяснял жене, что это просто неприлично отвечать на доброе утро куцым и невежливым, там, по-моему, по-хамски куцым доброе. Вот. Это была такая реакция. Сейчас, по-моему, это уже никак не воспринимается. Там типа доброе, но и доброе. И приятного появилось это с 13-го года у нас распространилось. Знаю, откуда пришло, потому что большая дискуссия была в Харькове на форумах в 2011 году. Появилось там, естественно, где был суржик. И понятно, почему. Потому что есть пожелания смачного в украинском языке. И по аналогии стали говорить приятного. Не подумать, что в этом случае... Ну, смак-то есть, да, и не смачное. Это какое-то слово нагруженное. А, кстати, между прочим, по-французски, если буквально перевести, то это тоже неприятного аппетита, а хорошего аппетита. Можно было бы просто желать аппетита, да? Если уж сокращать до одного слова, но нет, появилось приятного. Там была потрясающая реакция общества, потому что, ну, очень мало кто сказал, да ладно, главное, что какой-то знак вежливости, да? А в основном люди считали, что это как плюнуло в тарелку. Кто-то затеял разговоры. Я говорю, ну, лучше бы вообще тогда уже просто таблички выставить на стол, чтобы вообще уже рот не раскрывал официант, а просто ставил там приятного аппетита, или, пожалуйста, возьмите там, или что-то еще такое. Были люди, которые сказали, что... Так, что же я хотела такого умного сказать? Да, забыла. Ладно, сейчас вспомню. Вот, вспомнила. Потому что один поставил официантку в тупик. Решил с ней поговорить. И говорит, а приятного, простите, чего вы мне желаете? Время препровождения, аппетита, или, может быть, настроения. Она подумала и сказала, да ешьте уже. На этом закончился диалог. Я попробовала повторить эксперимент лингвистический. Поговорил с баристом. Ну, клиентов не было. Он был такой милый, говорит, приятного. Я говорю, простите, а чего приятного? Кофепития, наверное, сказал он автоматически. Я говорю, да. Ну, может быть, время препровождения. То есть я хочу сказать, что аппетит возникает на десятом месте. То есть кто-то вспоминает, что она была когда-то устойчивая фраза. Но сейчас уже приятного в сериалах, в обслуживании. Это все есть. Ну, появились вот такие чудные... Вы знаете, что это такое? ДУ, ДВ, ДВ и ДВС, да? Господи, какие вылупные. Вот сейчас так пишут в письмах. Возмущалась приятельница журналистка «Новой газеты» Ксения Дмитриева-Кнора. Она говорит, я сначала никак не могла понять, что они мне пишут. Ксения ДД. Потом догадалась, что это было вот так. Ну, еще даже ДВС – это «Доброго времени суток». Ну, и еще, конечно, вот такая вот форма вежливости, которая сейчас в деловой переписке присутствует. Вот, кстати, дорогие друзья, так, пожалуйста, не надо делать. Это даже во внутренней переписке, даже с близкими друзьями, если вы собираетесь писать письма хотя бы по делу, а не только деловые, а разница – речь впереди. Ну, и, конечно, у нас средства экономии – это, чтобы уже два раза не вставать и не переводить, это появился «рунглиш» или «глобиш». Он распространяется двумя путями. Во-первых, у нас в языке появляются скрытые склокальки с английского, которых мы не понимаем, что это английский перевод. Это любимое слово «абсолютно». «Тебе подойдет эта кастрюлька для борща?» – спрашивает ведущий кулинарного шоу. «Абсолютно» – отвечает человек, который, как правило, живет за границей и говорит на английском, а не на русском. Но там тоже целый список, там, конечно, наверняка тоже очень много чего заменяет. Или, например, привычный нам новый фильм от создателей «Блокбастера Икс», роман от автора бестселлера «Игры». Это перевод, конечно, «From the Makers of», который пришел с рекламы переводных и, соответственно, голливудских фильмов других. Попробуйте сделать замену. С фильмом я не знаю. Можно было бы, конечно, из «Женстейновских» какой-нибудь фильм вспомнить, но давайте я лучше на писателях покажу. «Обнаружены неизданные письма от автора Анны Карениной». Вот убрали бестселлеры, сразу понятно, что не по-русски звучит, правда? Потому что нам не нужно это «От», у нас есть родительная падежа для этого. Ну и любимая распространившаяся в последнее время формула «Можно, пожалуйста?» «Можно, пожалуйста?» что-то такое. Это вот «May I please?», которая раньше переводилась так, как надо. «Можно мне что-то такое?» или «Пожалуйста, мне, пожалуйста, булочку, или можно мне булочку с кофе?» Вот это русские формулы, я на всякий случай говорю. Вот я уже смотрю, что на меня смотрят звери. Я отнимаю волшебное слово «пожалуйста». Вдруг процветание успеха от этого станет меньше? Нет, не станет. Потому что если вы по-русски говорите достаточно, либо «можно», либо «пожалуйста», а все остальное от «лукавого». Потому что от «можно, пожалуйста», вежливее не становится. Становится претенциознее и жеманнее. Вот. И это вот так реагируют бэби-бумеры поколения «Х». Имейте это в виду. И справа чудесные примеры делового общения, которые, вот, например, внизу, это в компанию программ, это обратились люди с просьбой объяснить, почему их не понимают, когда они… Изъясняется так. «Саммери всего того, что я озвучила по микроинфлюенсерам, войдет в наш стрим по спешл-оферу первого стейджа. Зафиксите, пожалуйста, это в митинг-репорте и вернитесь с вашими концернами по сайт-контенту». Здесь только слово «пожалуйста» русское, да? Заметили? Ну, вежливое хотят. Озвучила, да. Озвучила, да, и я, да. Ну, и всего того, да, еще появилось. Ну, затесалось как-то. Можно было бы заменить, наверное, но нужно же чем-то склеивать это все. Ну, или если он этот таск зафакапит, ответственность опять по шернице предложит, я засобмечу шефу репорт. И пусть шеф эти баги сам чекапит и фиксит. А мне с моим нольджем и экспириенсом и провить их нетранспарентный вред не с руки. Вот так переводится первое сообщение. Вот это вот действительно тоже есть такая некоторая беда, потому что если ты просишь человеку сказать то же самое по-русски, он уже, как правило, не может этого сделать. Это называется пиджин. Язык, который между людьми-носителями разных языков образуется для того, чтобы друг друга понимать. Я очень хорошо помню пример из учебников введения языка знания реформатского. Вот зачепать что-то и запровить или проокать какой-то вопрос, это то же самое, что клади своя фишка на твою, на моя барка, а то вен. Ну, друг друга поняли в порту, ну и прекрасно. Дальше корабль поплыл. Ну, еще у нас, конечно, действует Его Величество шаблон. Так, а где же моя замечательная картинка-то? Ладно, если она выплывет, потому что шаблоны нам везде действительно предлагают создавать, правда ведь? Ну, просто везде предлагают создавать шаблоны. И самое интересное, что вот вынесено на этот слайд, то, что контакт сегодня устанавливается по шаблону, ну, приветствует даже не шаблонное выражение, а как правило, здрасте, как ваши дела? В том числе и с деловыми партнерами, такое дежурное приветствие, на которое обычно надо ответить, ну, сейчас уже по-американски, да? То есть, хорошо или, да, спасибо, хорошо, да, все отлично, лучше всех, и пошли дальше. Ну, вот шаблон этот использовать, я уже про деловую коммуникацию, лучше не использовать, а если вы его используете, то используйте его диагностически. Если вам человек просто ответил, спасибо, хорошо, лучше всех и так далее, вы точно можете сразу переходить к деловому вопросу, обсуждению. Но он может попутать что-то такое в ситуации, или у него вообще все плохо, и сказать, ну, знаете, что-то не важно, ну, спасибо, но как-то не очень пока. Вот тут не надо его бросать на пол дороги, потому что это не дежурная, да, вот такой обмен фразы, и контакта у вас не будет, в том числе человеческого и делового, если вы просто бросите человека и пойдете дальше. Ему нужно дать выговориться, сказать, да, а что случилось? И, допустим, он говорит, что, я не знаю, там, затопил сосед или что-то еще, такую машину угнали, в общем, им все плохо, надо посочувствовать, сказать, ну, если хочешь, давай это обсудим. То есть дать надежду, что вы поговорите подробно о другом, но так вот как бы играть роль психотерапевта и 45 минут роль Фрейда исполнять тоже не надо. Ну, в общем, как-то, да, вроде бы поняли, да, посочувствую, сказать, да, плохо, действительно, да что ты, а что сделал там максимум, это называется маленький разговор. То есть он как бы о чем-то, но не длинный. И второе, это то, что у нас становится дежурными комплиментами. Вот когда я преподавала бизнес-коммуникацию, то очень сложно научить людей делать комплименты. А между тем, комплименты, это вообще наше секретное оружие, потому что доброе слово, как известные кошки, приятно, а с комплиментом можно уладить очень большую ситуацию, вообще такую серьезную. Ну, вот, например, как можно уладить даже посредине конфликта. Представьте себе ситуацию, что идут переговоры уже, и там есть ведущий, который, надо сказать, был специально приглашен на эту роль модератора, специалист, и все уже обсуждают какой-то деловой вопрос. В это время открывается дверь, входит опоздавший, с претензией, говорит, да я вашу компанию вообще выведу на чистую воду, вы тут всех обманываете. Десять лет тому назад меня так обманули, и стоит вот этот модератор, который десять лет назад даже не работал в этой компании, он вообще не понимает, о чем идет речь, он набирает, он так выдерживает легкую паузу, и этому скандалисту говорит, слушайте, вы знаете, я очень рад, что мы можем с вами говорить так откровенно. Я думаю, что вот вы честный человек, вы откровенный, вы прямой, это будет очень хорошо для нашего переговора, пожалуйста, подключайтесь. То есть вроде как вот этот вот из, как говорил Карнеги, если у вас есть лимон, сделайте из него лимонад. Но человек сделал комплимент, вы человек откровенный, прямой, честный, хорошо аргументируете, вы нам очень поможете. И вот там был улажен конфликт. Сейчас дежурные комплименты, шаблонные, обычно женщинам говорят, вы прекрасно выглядите, вот просто, у меня один раз сидела группа 10 человек, вот девочка-мальчик, значит, девочки, вы прекрасно выглядите, вы такой прекрасный проект запустили, роман, а вы вот, значит, а вы, у вас сегодня замечательный вид, Елена, а вот вы так хорошо поработали, и вот просто абсолютно, что все знают, что комплимент бизнес-леди нужно сделать про внешность, женщины любят, когда их хвалят именно внешность, а мужчины любят, когда их деловые качества клеят. Ну вот, собственно говоря, и все. Комплименты нужно учиться говорить друг другу. Ты прекрасней всех, это комплимент, ты хорошо выглядишь, это комплимент, я люблю с тобой, это комплимент, спойлер-комплимент, только один здесь. Я люблю с тобой, это комплимент, это что, два других, ты прекрасней всех? Это сравнение. Нет. Это лесть. Это лесть, а ты хорошо выглядишь, это что, если это не комплимент? Это факт. Это оценка. Вот, отлично. Это похвала. Потому что человек говорит, ты хорошо выглядишь, я такой замечательный, что я могу судить о том, хорошо или плохо ты выглядишь. Да, вот это именно оценка. Это похвала, это не комплимент. Комплимент должен быть искренним. Ты молодец, отлично справился с работой. Спасибо, конечно, но я и сам это знаю. Вот в реальном диалоге, почему человек не воспринял это как комплимент, именно потому что это была похвала, это была высказанная оценка. А он и сам знает, что он отлично поработал. А вот сколько, столько всего сделать и так быстро, как тебе это удалось, это уже комплимент. Да, потому что мы восхищаемся результатом, которого достиг человек и интересуемся, в чем его превосходство над другими. То есть мы его как бы возвышаем и хотим у него поучиться этому. Это уже комплимент. Вы сегодня прекрасно выглядите. Это вот. Почему плохо вы сегодня прекрасно выглядите? А вчера не очень. Поэтому лучше сказать, что вы сегодня еще прекраснее, чем всегда, допустим, вот если уж мы держимся в этом поле. Но самое главное еще и принимать достойные комплименты. Вот, например, кто-то мне сказал, о, какое на тебе красивое платье, оно так тебе идет и цвет выгодно от тебя, цвет твоих глаз, они у меня зеленые, если что. Вот. И на это обычно отвечают женщины примерно так. Да что ты, брось оно, старое им уже сто лет, это не мой случай. Но можно сказать, дешевенькое совсем, я его на распродаже купила. Или можно еще совсем заподозрить, не ладно, и спросить, чего это вдруг, чего тебе в меня надо, да, что ты вдруг начал мне комплиментами сыпать. А вот правильно реагировать примерно так. Вот один вариант. Спасибо, ты поднял мне настроение, приятно это слышать, рада, что тебе понравилось. Можно даже сказать, если люди смущаются, можно так и сказать, ты меня смущаешь, но слышать это приятно. И третий вариант, ты тоже отлично выглядишь, и в этом же поле у тебя хороший вкус, это уже скорее шутка, да, такая, ты тоже отлично выглядишь. Вернули бумерангом или похвалили. Ну вот теперь, значит, шаблоны, где они нас ждут. Это уже скорее деловую коммуникацию, участниками которой мы все время становимся, вольно или невольно, даже если мы не занимаемся бизнесом. Значит, нам предлагают создавать шаблон в Варде. А шаблоны, например, в Инстаграме, ВКонтакте, они тоже существуют, можно ими пользоваться. Вы пришли в банк, вам предлагают создать шаблон, то есть вы выполнили операцию, вам предлагают создать шаблон. А сейчас Сбербанк даже создает сразу шаблоны операции, тебе нужно только, вот ты куда-то переводил деньги, вот ты хочешь опять с такой же суммы, ты можешь просто нажать на клавишу, ни о чем не думать дальше. Готовые шаблоны скриптов продаж существуют, об этом отдельная история, у меня будет два примера скриптов продаж, и они совершенно не работают, нам сказать. Ну и вот, собственно говоря, шаблонное общение у нас с официантами и в кафе, вот это символизирует вот эти тоже шаблонные, такие, я бы сказала, стилизованные фигурки официантов, потому что вот с этим мы сталкиваемся совершенно точно. В одной из сетевых кафе было принято и даже принято до сих пор спрашивать сок или водичку, пока вы выбираете. Первый раз вы это услышали, у вас какая реакция? Ну, забота, да, о вас там, ну, думаете, да-да-да, не надо, спасибо, я потом сразу, или там, мне лучше чай сразу. Когда вы слышите это второй раз, у вас возникает легкое раздражение, у меня возникает легкое раздражение внутри, если бы я хотел сок и водичку, я бы так и сказал. Когда это уже третий раз, то уже хочется сказать, слушайте, ну, заезженная пластинка какая-то. И дальше действительно идет общение по шаблону, и я вот с этого и начну, пожалуй. Вот это все получено методом включенного наблюдения. Мне только американу, пожалуйста, а их учат, потому что они должны произнести свои магические формулы, иначе зарплату снимут. А могу я вам предложить десерт? Нет, спасибо, только кофе. Может быть, тогда салатик? Вот грешна. Я сказала на третий раз, потому что очень торопилась, сказать, девушка, только по-русски означает ничего, кроме. Мне, пожалуйста, ничего, кроме кофе. Или еще, например, заказ, это я уже слышала, будьте добры, борщ, котлетки, чай зеленый, и не предлагайте ничего больше, я очень спешу, потому что вы вежливые люди, вы не можете мне ответить на это. Начинайте просто тихо раздражение. Честно спрашиваю у официантов, один из десяти ведется на вот эти предложения, а девять начинает тихо закипать внутри. А еще я очень люблю, когда предлагают, ты сделаешь заказ, например, ты заказываешь на завтрак сырники, а тебе говорят, запеканочку творожную попробуйте. Девушка, что-то, творог с творогом, как-то, вообще что? Или, может быть, тирамису попробуйте? Возникают разные мысли. Кто-то узнал про вашу тайную страсть, почему именно тирамису? Вы производите вид человека, который любит тирамису больше других десертов, или у них что-то не так с тирамису, оно занижалось, его нужно срочно сбыть. Вот почему именно? То есть на ответ, почему вы именно тирамису предлагаете, у вас десерт дня, обычно не отвечают, путаются в показаниях и, в общем, уходят от ответа. А еще замечательное, вот потому что уже шаблон заставляет не слушать. Если вы говорите, мне, пожалуйста, американо черный без молока, следующим вопросом может быть, а молоко понадобится? Ну, ты только что сказал, что без молока, значит, тебя не слушали. Это называется активное и пассивное слушание. Когда ты пассивно слушаешь, ты ждешь, когда человек договорит до точки, чтобы вставить свою реплику. То есть ты уже не слушаешь, что он говорит. Это, кстати, бывает очень часто, когда человек не согласен с собеседником и ждет, когда ему, наконец, удастся высказать свою точку зрения и выпускает какую-то очень важную нить. Это важно именно в деловом. И очень часто заказ строится уже искушенного человека, который выучил наизусть все скрипты кофейни. Так примерно. Посчитаем, и без кофе с собой, эклеров по специальной цене, пожалуйста, и оплату картой. Ну вот официанты, обменяемые и адекватные, обычно говорят, ой, да уже выучили все, что мы говорим. Ну да, мы способны, еще же нам не выучиться на самом деле. Вот классическая формула, вежливая. Вот есть еще такая вещь, как бизнес вежливости, бизнес-куртуазность такая. Подскажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться. Слышали эту фразу? Вот простите за резкость, и даже вот из книги нас заставили эту резкость убрать, но это выражение бесит конкретно. Вот просто. Во-первых, слово подскажите. Как говорила, одна добротница в известном мне доме, мне бы только смехнуть, я бы тот час догадалась, вот это приблизительно такая форма. Это вы мне подскажите, я уж как-нибудь сам сделаю умозаключение. На самом деле, имеется в виду не это, и слово подскажите нужно забыть просто навсегда. Вот скажите, пожалуйста, ничуть не менее вежливая форма, вот открываю страшный секрет. И когда говорят, подскажите, как я могу к вам обращаться, клиент может говорить, а может я вообще не хочу, чтобы ты ко мне обращаться, а вот не подскажу, сам догадываясь. Или, ну как-как, например, если человек звонит, да, тогда что-то заранее-то не выяснилось. Например, звонишь, беспокоишь вообще, отрываешь от дела, но что-то не выяснилось, так как меня зовут, подскажите, как к вам обращаться. Или хоть с горшком назови. А вот вместо шаблона было бы очень хорошо употреблять такие формулы, как, например, простите, с кем я говорю, ничуть не менее вежливая. Простите, как ваше имя отчества, извините, как вас зовут, могу я узнать ваше имя, давайте познакомимся, я Вася Пупкин, вот Вася, люди вежливые, вам точно ответят, можно так сказать, не бойтесь, это ничуть не хуже, чем подскажите. Если это неформальное, конечно, уже идет общение, или представьтесь, назовите, пожалуйста, да, например, если вам нужно узнать какое-то место. Ну вот, дальше, это такой классический разговор, потому что наверняка каждому из вас хоть раз приходилось блокировать карту. Хорошо, если вы это можете сделать в онлайн-банкинге. А если вам нужно вступить в коммуникацию с сотрудником банка, то может получиться такая история. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, чем я могу вам помочь? Заблокируйте, пожалуйста, карту. Вы наш клиент? Естественно, ваш клиент, если я звоню вам. Спасибо за предоставленную информацию. Подскажите, как я могу к вам обращаться? Человек называет себя и говорит, карту давайте заблокируем, паспорт сейчас скажу, кодовые слова назову, имя любимого животного, Тирамису, как любимый десерт, включаю, это самый номер карты, давайте, минутку, я уточняю информацию. Спасибо за ожидание. София Михайловна, у вас в нашем банке открыто три кардсчета и подключен мобильный банк, на что уже идет вот просто капслоком, да, совершенно, да нет, у меня уже мобильного банка, его украли вместе с телефоном, я вам звоню из автомата, меня тут пустили, позвонить, скажите, сделайте что-нибудь. Вот эта вот куртуазность, она на самом деле абсолютно неуместна в пожарных ситуациях. Это вот приблизительно так, как когда вы видите пожар, если бы вы стали спрашивать, вместо того, чтобы звонить, сколько там, 101, да, надо теперь звонить, или 112, как пройти в библиотеку, да, вот приблизительно, вот это из той же самой серии. Вот здесь шаблон не очень хорош, потому что, ну, человек его выучил, и вот сейчас, например, Сбербанк отвечает на письма и просит помощи, хорошо ли это. Здравствуйте, уважаемый, такой-то, такой-то, вы письмо с каким-то регистрационным номером рассмотрено, вы обратились в банк с каким-то вопросом, скажите, пожалуйста, если вы отвечаете человеку, который обратился, если он получает ответ, значит, письмо уже точно рассмотрено, значит, уже принято какое-то решение по обращению, и он знает, с чем он обратился, это же можно все убрать, убрать на самом деле, ну, ладно, бог с ним, но шаблон это наше все. А вот теперь я вам обещала примеры из деловой коммуникации, это, кстати, гендиректор одной компании писал, мелкий шрифт, поэтому, я думаю, что можно следить за правым столбиком, проверяйте, дали это реакция у вас будет. Значит, ситуация, да, нельзя простая, он решил записаться в фитнес-клуб, посмотрел, что его устраивает, нашел нужную сеть, посмотрел, сортировал там ближе к дому что-то, и единственное, чего он не знал, это стоимость карты, и хотел вот это узнать. Он звонит, и говорит, здравствуйте, фитнес-клуб, вас приветствует Мария, хотелось бы узнать стоимость карты, как вам стало известно от нас, посмотрел рекламу, уточните, пожалуйста, где вы ее именно видели, смотрел перетяжку, вы раньше посещали этот клуб? Нет. А слышали о нашей клубной системе, чем бы хотелось заняться в клубе? Нет, я не слышала, но хотел бы записаться в тренажерный зал, бассейн, в общем, позаниматься для укрепления здоровья. У нас еще имеется сауна, а вы любите посещать сауну? Да. Я приглашаю вас прийти в наш клуб, вы можете оценить зал, и наш бассейн, и потом подберется лучший вид карты именно для вас, хорошо можно и посмотреть. Единственное, чего он не узнал, это сколько стоит карта, потому что ни один ответ на этот вопрос не был дан. И от нейтральной, через слегка раздраженную реакцию, он пришел к сильному раздражению. А справа на следующем слайде вот будет, сейчас я повернусь направо, потому что здесь густой текст, но мне очень хотелось всю табличку уместить на одном слайде. Это реально мой был разговор с гораздо более вменяемым и адекватным менеджером. Добрый день, департамент по работе с клиентами, меня зовут Ольга, чем вам помочь? Здрасте, я тоже Ольга, увидела вашу рекламу, предложение вроде хорошее, на сайте нет цены, сориентируйтесь, пожалуйста. С удовольствием. Предлагаю, карты за пол цены, 40 тысяч рублей на год, 90 дней заморозки, 6 гостевых визитов, время числа посещения в неделю не ограничено. Тренажеры, групповые занятия, бассейн, сауна. Адекватный ответ? Вот прям сразу, причем за 15 секунд, на самом деле, это занимает не больше. 40 тысяч, дороговато. У меня нейтральная реакция, потому что я знаю, рядом фитнес-клуб, в котором нет бассейна, но зато 10 тысяч стоят 12 месяцев. Тренажеры. А сколько раз в неделю вы собирались заниматься? Раза, два, три обычно не получается, потому что менеджер чувствует, что клиенту, ну вот что-то не так в этом предложении. Тогда там, значит, делается другое предложение, 23 400 на год, без заморозки, ну и так получается по 150 рублей за одно занятие, таких цен нет, это правда. Плюс в подарок еще одно индивидуальное занятие с тренером, и гостевое посещение по спеццене. Хорошо, бинго, целый год за четверть цены, да, я получаю, вместе с бассейном, с кучей разных удовольствий, и так далее. Значит, карту бронируем, выкупить сможете тогда-то, и вопрос задается, оплату карты вы принимаете, и очень грамотно делается ответ, да, принимаем, но есть более интересное предложение, если наличными, то еще 3% скидки. Все довольны. Менеджер говорил, вот единственное, что он сделал не так, то есть он говорил мне, как робот, он слушал, что ему говорят, потому что абсолютно понятно, это не холодный звонок, если звонит клиент, он уже, как правило, что-то знает, про то, что он хочет. И теперь еще, сверху картинки, вы человек, я не робот, чем я докажу, что я не робот, а человек, вот сейчас, не случайно я написала, говорим, пишем, да, потому что еще одно следствие цифровой коммуникации, это то, что у нас путается устная и письменная речь, и у нас очень часто вот эти вот письменные обороты вторгаются в устную речь, чем плохи скрипты, тем, что они написаны, человек буквально либо выучил их наизусть, либо водит пальчиком по нему. Вот звонят в магазин и спрашивают, у вас некий товар есть в наличии? А ему по скрипту отвечают, да, продукт есть в наличии нашего магазина, но какой нормальный человек в разговоре с товарищем может это сказать? Нормальная реакция, да, есть или да, в наличии, да, там даже продукт надо выпустить. А скажите, пожалуйста, для вас важно, чтобы доставка была бесплатной? Это вот началась бизнес-куртуазность, да? Вы хотели бы бесплатную доставку? Это сразу, потому что, открываю страшный секрет, с вами нужно 150 слов максимум, то есть 150 слов это уже целая страница текста, а 150 секунд, 150 знаков вообще, вот на самом деле, отводится на коммерческое предложение. Или, например, чудесный вопрос, который я услышала, скажите, для вас сейчас актуален вопрос инвестирования личных средств с целью получения дохода от вложений. Вы хотели бы получать доход от инвестирования личных средств? Вот, собственно говоря, суть вопроса, да? Ну вот, сразу хочется сказать, что нет. И вот теперь вопрос, говорим мы или пишем, что такое детская картинка, почти школьная. Устная речь предполагает, что кто-то говорит, а кто-то это слушает. И мы иногда говорим, а иногда слушаем. А письменная речь предполагает, что мы что-то читаем, а иногда что-то пишем. Тоже наверняка, общаясь в сетях, вы очень хорошо знаете, что вы написали пост, четко все объяснили, а вам в следующих комментариях начинают задавать вопросы. Или вы уже ответили в одном комментарии кому-то, а вам продолжают задавать вопросы. То есть человек не смотрит, что вы написали на самом деле, и задает сразу свой вопрос. Не читает. С другой стороны, что мы сейчас читаем в основном? Вот кто читает художественную литературу, он успевает, скажем так, читать. О, какая у меня замечательная аудитория. Потому что, как правило, все как-то так жмутся и считают, что надо ответить, что да, но на самом деле, если по-честному, то нет. Это хорошо. Очень, в общем, наверное, не случайно вы сюда пришли, вам интересно, что происходит с языком и как это бывает. Но, как правило, люди, которые читают друг друга, они читают уже немножко другие тексты с немножко другим стилем. Но у нас возникает, значит, вот от того, что мало читают, все-таки посмотреть эти картинки, хотя при таком освещении это плохо. Бразды пушистые взрывали, летит кибитка удала, и сидит ямщик на облучке. Это Пушкин. Провели эксперимент, но был душераздирающий ролик в студии, по-моему, «Все дома», она называется Нижегородская детская студия телевидения, и они там просто опрос проводили, что такое бразды. Вот сам популярный ответ, что это птичка есть птичка-брост, есть птичка-кибитка. Вот летит кибитка, вот здесь вот в первом маленькая быстрая птичка-кибитка летит в лесу. Ямщик наблюдает за птичкой в своем тулупе и красном кушаке. А дальше, значит, есть вот на следующем слайде, по-моему, да. Здесь впечатление такое, что бразды пушистые взрывая, девочка видит поле, которое поросло одуванчиками, они уже белые, и пух слетает и летит. Вот снега там нет и в помине, то есть это такое глубокое лето, яркое, и вот как в виде зелени там рисовали. А вот это вот у нас ямщик сидит на обучке, он просто заключен уже в клетку. А есть дети, которые не знают, что такое кнут, и выражение кнут и тряник, им тоже непонятно. То есть пряник понятно, а кнут это что-то плохое по сравнению с пряником, но что именно, тоже не очень понятно. И вот, собственно говоря, есть еще такая чудная вещь, как Т9. Это уже к вопросу о том, как мы понимаем, как мы читаем, и как мы слушаем. Потому что Т9 по каким-то первым буквам пытается догадаться. Но опять же, я не очень понимаю, видно ли слайд на заднем ряду, поэтому на всякий случай, простите мне, озвучу, произнесу слух, что там написано. Например, не ставь машину около дома, дед падает с крыши постоянно. Бедный дед, ему больно, наверное. Ах, это лед имелся в виду. Я выбрала только привычное, неприличное тоже бывает. Например, копейку, копфейку, приду на работу, попью. Дальше неприличное, не очень печатное, сам пишет, что хочет на букву С из четырех букв. Или, например, Макс тоже на работу вышел? Да. Мы тут трусики с непривычки, то есть трубики. Ой, всем, конечно, очень смешно. Все время забываю, что ты лапша, ой, левша, Т9 сработал. Я тоже женюсь и получаю от этого капканы, пишет один друг другому, другой гомерически хохочет на это, потому что на самом деле чего? Много вопросительных знаков. Оказывается, имелось в виду, что я тоже ленюсь и получаю от этого кайф. Человека женюсь, без него его женили, да, вот Т9. Нашалил немножечко. Ну или там тоже сообщение подружки переписываются, я ей ковшеварю, а что ты, что готовишь? Грешу с мясом. То есть гречку готовлю с мясом. Ну вот Т9. Я его не отключаю, потому что мне страшно интересен ход его мысли. Но лучше отключить, потому что иногда получаются такие интересные вещи, потом покажу. И вот наш мозг начинает слегка работать, при том, что мы все время пишем, мы очень мало воспринимаем что-то на слух, как Т9. И возникают такие артефакты, как могущественная килька со стрейчевыми окнами. Я вижу ужас в ваших глазах или такое удивление. Что это такое? Ларчик открывается просто, у нас же лекторий тотального диктата, и наверняка все знают, знакомы с персонажем Евы Доласкиной, да, знаете? Меня потрясло абсолютно, что уже брат журналист спрашивал контакты этого автора бестселлеров и Володи Пахову на полном серьезе. Вот на самом деле автор бестселлеров это Светлана Друговенко-Должанская, которая все слетается со всех краев, и она, значит, пишет уже потом сочинение. Вот в прошлом году был текст Гузель Яхиной, который звучал так. Там Бах спускался с крыльца школы, оказывался на площади у подножия величественной кирхи с просторным молильным залом в кружеве стрельчатых окон и громадной колокольней, напоминающей остро заточенный карандаш. Это вот что было. Когда мы прочли Гузель Яхиной в прямом эфире в первой Еве Доласкиной, вот надо было видеть ее мимику лица, которую она не сдержала, вот совершенно не совладала с мимикой. Бах! Я спускался с креста школы и оказывался на лошади у подножия могущественной кирки с прискорбным малиновым салом в кружеве стрельчатых окон и громадной колокольней, напоминающей остров заточенный карандаш. Но остров заточенный карандаш это очень романтично, и вот текст 2018 года так назвали остров заточенный карандаш автор Ева Доласкина. Но вот я, допустим, еще могу понять, что там оказался на лошади или на площади, можно там на дикцию диктатора, да, списать там, не родил, что-то плохо произнес. Ну, в общем, еще даже можно как-то подумать, что прискорбное малиновое сало, ну, тоже бывает такое сало с прожилками. Ну, там есть хоть, ну, простите, но килька со стречевыми окнами могущество, это уже что-то с чем-то, да, вот абсолютно непонятно. И вот получается, что, ведь человек же старался, писал, и даже вот очень интересно, что в этом году в 12 слов тотального диктанта, это слова, которые выписываются на слайдах, попало слово обаяние. И народ его, а, написал обояние, списывая с доски. И некоторые даже заменили обонянием. Но я так на всякий случай, обаяние обонянием не регистрируется. Вот это очень просто их поставить рядом и запомнить раз и навсегда. Появилось это, и это меня все друзья присылают, появилось такое состояние, как сморкалось. Вот честное слово, не вру, люди так делают. Два примера. Либо человек не точно знает значение слова, вот это не абсурдно, а ошибочно. Например, у моей любимой Эвелины, это не в кавычках, а у нее действительно очень хорошая речь, богатый словарный запас, но у нее системная ошибка. Она говорит про не вполне презентабельную юбку, репрезентативную. Вот. Репрезентативная – это которая представляет суть, а презентабельная – это та, в которой можно выйти в люди. Вот. Она их путает. Это незнание. Либо, например, там не совсем знают фразеологизм в одной из перестроечных программ. Я слышала в школе ремонта на ТНТ, по-моему, это было. Делали кухню для шеф-повара. Она сказала, вы уж, пожалуйста, повторайтесь, потому что кухня – это моя иерархия. Ну, там и ведущий три раза повторил. Да, конечно. То есть это имелось в виду моя епархия, да, но вот человек просто не точно знал значение фразеологизма. У меня еще сегодня коллега подарила сиять, как медный пряник. Вот. Из паршивой собаки хоть шерсти, как глух. Ну, там, в общем, овца как-то, ну, еще там много так все-таки есть вещей. А вот здесь вот у меня к вам загадка. Давайте посмотрим на левый столбик. Как вы думаете, это про что? Вот эти два слова тоже очень часто путают. Дерби. А это что может быть? Дебри. Есть любители, по-моему, погулять в дербях за вражеских лесов? Или есть люди, которые пугаются, оказавшись в дербях текстильщиков в день, когда ВДВ уже отгуляла? Цитаты, почерпнутые из интернета. А вот это я нашла фотографию префекта, да, центрального округа. Я не знаю, как его зовут, но в данном случае это не важно. Главное, что это символ должности, префект. И есть такая вещь, как перфект, глагольное время. Вы удивитесь, но в публикациях интернет-СМИ, таких приличных, как типа РБК, встречаются сообщения о деятельности перфектов или о том, что арестован экс-перфект. В общем, он же как плюс к вам перфекте, я бы сказала, если он же арестован, да, или на омском сайте одном есть просто расписание работы, контакты и отзывы о работе некоего перфекта. Но вот сейчас еще перфектом называется не только глагольное время, но еще перфект, как вот такое потрясающее исполнение, это прорубляж, да, то есть нечто такое потрясающее. Вот это тоже путают. Обычно я думаю, ну вот так уже нельзя слово вывернуть, наизнанку можно, дорогие друзья. И теперь вот про то, как рождаются люди же, они как-то пытаются мотивировать свои ошибки. Эпиляционные жалобы были написаны, как говорит моя дочь, в количестве после ЕГЭ 2017 года. Почему я говорю, что у нас работает как Т9? Потому что абсолютно точно, что для выпускниц 11 класса эпиляция намного понятнее, чем апиляция, правда? То есть вот сознание по принципу Т9 достает слово из самого активного, близко лежащего сюда словаря. Оперировать появилось, потому что это есть два глагола оперировать и есть опель. Ипотировать это, видимо, от ипотеки или от ипотерапии, не знаю, что ближе языковому сознанию. Прейс-релиз мне очень нравится. Это с одной стороны прейс-релиз, а с другой стороны прейс-релиз два в одном. Пукет. Вместо пакет, но это то, что можно положить в карман, да? Все глупако материровано, пока орфография не та. И вот бывает еще такое, что такое гиперкоррекция, это когда, я точно знаю, что не надо писать, не знаю, там, корова через А, да? То есть надо писать корова. Давайте я тогда напишу еще в саду вместо в саду, потому что, ну, как корова же пишется, да? Вот это называется гиперкоррекция. На всякий случай сделаю посложнее. Появляется солоуправление. Самоуправление. Это какое-то управление самами, да? Угрессия и угрессивный человек это явно человек, от которого можно огрести. А ухожор мне видится таким вот, ухожор, не очень приятный молодой человек, который одновременно выедает мозг и ездит по ушам. Вот так вот, так я его вижу. Ну, вариант, это понятно, да? Такой замечательный тоже может быть этимология, милонхолик. Это такой с одной стороны грустный, сейчас с другой стороны он милашка. Отмашка, это, видимо, отмашка, отмазка и бумажка, вот уже три в одном появляются. Ну, вот есть еще собственный абсурд, я вижу, что вы уже видите картиночку про достаточно светлую пол-литру, которая монтирует в симпатичной коробочке, появляется паранойя. Как вы думаете, что это такое? Паранойя. Паранойя, верно. Это что за остановка паранойи? Попуха, да? Это да, действительно. А парапеду? Мопед. Мопед, нет, это не мопед. Парапед, правильно, отлично. И пол-литра, это на самом деле имелось в виду пол-литра. Вот это, как вы видите, это даже не то, что придумано, это просто вырезано уже. И, ну, бывает еще абсурдно-комическое, вот я сейчас тут уже Куркову. Например, пишут слово лингвист. Ну, это по всей видимости лингвист, который очень ленится, но вообще с точки зрения наивного носителя русского языка, лингвист, он вот так вот и лежит себе на диване и думает, что бы еще сделать со словом кофе, вернуть его что-лик среднему роду, в котором оно было заимствовано. В общем, вот как-то так. Подлежащее, это, видимо, тогда, когда невозможно уже сделать разбор предложений и уже там просто идет рухня, они как-то с луком очень похоже, потяжелее. И еще вот замечательное слово аббревиатура. Ну, аббревиатура, это правда обрывок слова какой-то. Ну, еще у нас, конечно, Чукча не слушатель, не читатель, а Чукча у нас писатель, поэтому он в основном все пишет. И вот, что вы пишете, наверняка, смски друзьям, да, деловые письма, внешне и внутренние переписки преобладают, внешние. И вы пишете электронные письма или общаетесь в мессенджере, в ватсапе, электронные. И так, и так. Да, то есть какие-то деловые вопросы сейчас уже, между прочим, клиенты сейчас предпочитают уже переходить именно вот в мессенджеры, обсуждать вопросы, даже если начинать сначала с электронной переписки. Это так. Вот теперь, значит, про что. АБВ делового письма, это мы все излагали уже в книжке. Это должна быть аккуратность, нужно проверять факты, соблюдать правила литературного языка, быть логичным и последовательным. Б. Это быстрота. Письмо нужно посвящать одному вопросу, а не трём сразу. Лучше три письма написать про три вопроса. А писать коротко, просто по существу. Есть ещё такие лайфхаки, сколько должна знаков занимать тема письма. Это должно быть 20 знаков, потому что именно столько умещается в экран смартфона. А, значит, страничка тоже должна быть письма такая, чтобы она умещалась в экран ноутбука. чтобы не пролистывать, не скролить вниз. Желательно так. И ещё надо писать коротко по существу, отвечать на письма в день получения. В. Это вежливость. Такт, дистанция, нейтральный, доброжелательный тон, никакой иронии, просить, а не требовать. С этим, кстати, говорят проблемы, потому что не знают, как это сформулировать, как просить. Вежливо, не быть гипервежливым, но при этом не требовать, а именно просить и не забывать благодарить. Есть ещё одна вещь, которая три правила объединяет в одном. Пожалуйста, проверяйте написанное. Здесь опять наш друг Т9. Вот один раз человек не пришёл на собеседование, потому что получил приглашение такое. Олень, вы сможете прийти на собеседование в 13 часов? Понятно, что его звали Олегом, но он решил, что лучше с такими людьми дело не иметь, потому что вообще Олень не очень комплиментарное обращение к мужчине, по-моему, насколько я так вот в курсе. Ещё, значит, есть такая вещь, вот я не случайно нарисовала, так сказать, линейку с поколениями, потому что нужно понимать, свой или чужой у вас на том конце провод, главное не перепутать адресата. Свой – это человек, с которым у вас неформальные отношения, с которым вы преимущественно общаетесь, мессенджер. Мы вас потеряли? С Оленьем скажите, здорово. Я уже даже не буду говорить, что Светочку один раз сделали сволочью, Т9. Подруга тоже очень удивлялась, почему с ней подруга больше не разговаривает какое-то время. Ну вот, что с Ёлими делают, я лучше даже не буду говорить. Вот. И вы переписываетесь на Т, и всё нормально. И там можно нормально написать, Наташа, слушай, запускаем программу в 14, можете подстраховать. Ира, без вопросов, всё сделаю. Это нормально для внутренней переписки, да, такой неформальной. Чужой – это человек, с которым есть дистанция. Ну, как правило, это либо ваш руководитель, либо это руководители подразделения, либо даже есть вот люди, там разница по возрасту, внутри подразделения может быть. Можно обращаться по имени, но на вы, и не надо считать своим, пока не сложились нормальные отношения. Значит, тут есть секрет. А не нужно... Есть вот сейчас компании, некоторые прямо декларируют переход на Т, но не все его легко принимают. Причём это даже не касается возрастных каких-то особенностей, потому что тоже, опять же таки, у нас сейчас кофейня, это, как правило, и офис тоже такой выездной, да. Я наблюдала сценку, когда молодой человек, менеджер фирмы по раскрутке стартапов, кстати, стартап пишется в одно слово, без дефисов, без никаких, вот, и он принимал там клиентов. Вот один, значит, приходит и говорит, привет, я Евгения, а ты там, значит, ну, допустим, не знаю, там, Константин, расскажи про свой стартап, а вот вы делаете, что они прекрасно поговорили, значит, ушли довольные, мальчик ушёл довольный друг другу, он контракт подписали. Приходит второй. Привет, как тебя зовут? Я Евгений, а ты? Меня зовут Пётр, говорит он. И я чувствую, что ему дико некомфортно. Он всю беседу обходил вот эти вот углы, чтобы не обращаться ни на ты, ни на вы, а можно посмотреть ваш прайс-лист, а что вы можете, а что компания может мне предложить, вот прям буквально, чтобы они поняли, что вы это не мог там вот как бы, и они не ударили по рукам, потому что человек себя чувствовал некомфортно. Поэтому если вы не знакомы с человеком, не знаете, как он отреагирует, лучше обратиться на вы, а если он скажет, да ладно, давай на ты, давай будем проще, только тогда принимать эту вот как бы позицию. Точно так же с именем-отчеством. То есть к незнакомому человеку лучше по имени-отчеству или по полному имени, который сейчас заменяет имя-отчество, по большей части вежливой формы. А если уже как бы это сойдет, то так. И вот чужими могут быть другие люди, там совершенно другие письма. Одно из них покажу. А может быть еще квазисвой. То есть вы себе какой-то образ придумали, считаете, что человек свой, а он-то на самом деле вовсе даже и не свой. Вы считаете, что он вам должен помочь? Вот, например, у Максима Ильяхова есть чудесный пример, когда он вдруг пишет, я тут как баклан забыл что-то такое, спасите меня, ау, я вам уже послал три письма и никакого ответа. В ответ получают уважаемый Иван Иванович. Так очень все строго. Вот бывает именно так. Например, коллеги, привет всем, надо бы поднажать, сделать проект до праздников, а то я не успею в него залить все схемы. Всем удачи, Иван. Это коммуникация свой-свой. И он получает ответ. Вань, ты как себе это представляешь? Мы еще не получили данные из планового отдела и в разделе стратегии у нас конь не валялся до праздников. Не как Наталья. Это тоже нормально, адекватный, вот по внутренней переписке ответ свой-свой. Может быть даже и по внешней, но ясно, что с неформальными отношениями. А слева, уважаемый Иван, к сожалению, завершить проект до праздников не представляется возможно. Вот абсолютно нормальный официальный деловой ответ. И мы надеемся на получение данной информации из планового отдела в кратчайшие сроки с наилучшими пожеланиями. И вот слева письмо, написанное по полной форме и свой, чужой, чужой, чужой. И вот здесь очень важно различать, потому что у нас, я не случайно спросила, как вы пишете письма, электронная переписка или мессенджеры, потому что в электронной переписке это электронное, но письмо деловое. А в мессенджерах это уже сообщение. А в смсках это уже просто смски, поэтому дико абсолютно посылать смски. Уважаемая Ольга Игоревна, меня зовут так-то-сяк-то, я хочу вам предложить такую интересную вещь, сделать завантажное предложение. Особенно это приятно получать в международном ровненге, вот такую, со всеми атрибутами. смска, пожалуйста, укладывайтесь вот ровно в то количество знаков, которые вам дается для одной смс. Это вот правило вежливости. И получается, что деловое письмо это документ, контора пишет, чтобы все зафиксировать, запрокаталировать, и деловой стиль только для этого подходит, строгий, точный. И составляется оно по модели чужой-чужой. Должна быть дистанция какая-то между партнерами, а вот письмо по делу, оно пишется в мессенджерах. То есть мы решаем деловые вопросы, но стиль гораздо более свободный. Он скорее так вот называется разговорно-деловой стиль. И можно даже не очень заботиться о знаках препятания, хотя лучше заботиться. Ну вот, например, моя подруга получила такое письмо. Привет, Лара, напиши мне плиз на почту в своей регионе, потому что плиз короче, чем пожалуйста. Но это все-таки не пжуст. Вот. А, кстати, один мой знакомый, профессор Валерий Ефремов, известная личность, вот, он обычно, когда его просят СПС пишут, он отвечает пшуст на это. Вот просто как каков запрос, таков ответ. И, значит, что еще есть? Есть еще обращение. Вот, например, в деловом письме должно быть только обращение. А обращение – это слово или словосочетание, называющее лицо или предмет, к которому обращаются с речью. И вот обращение, сейчас я открываю Америку, ну, по нормам, они должны быть именно такими. Уважаемый Иван Иванович, господин Петров, ну, там, или Иван, да, уважаемый. Уважаемые господа, почему уважаемый, с того ли в кусковке, потому что господа – это уже уваженная форма, это, в общем, отчасти масло масляное. Господин президент, господин премьер-министр, господин министр иностранных дел, господин посол – это к нашему послу, а ваше превосходительство – это к послу иностранного государства. Только. К своему так не обращаются. И вас удивит господин генеральный директор. Ну, по норме это так. А не Иван Иванович, здрасте. А вот в письме по делу приветствие, ритуал, для вступления в контакт. Здравствуйте, уважаемая Ольга Игоревна, это масло масляное. Уже давайте либо безуважаемой, и лучше тогда начинать с имени, потому что для человека важнее всего его имя, а не здрасте. То есть ему важнее, что вы знаете, как его зовут, а не то, что вы с ним поздоровались. И, например, уважаемый член эфири, здравствуйте, отправляю программу, или просто добрый день. Письмо не может начинаться с добрый день, или здравствуйте, без обращения. Вот это просто, вот что называется, must have обращение. Смешной случай из переписки моей коллеги Ларисы Селезневой со своим студентом. Он мне пишет, здравствуйте, восклицательный знак. Когда я могу сдать зачет по-русскому? И подпись. Андрей. Петр, пишет она ему в ответ, я жду вас в среду в 10 часов утра, и вы сдадите зачет по-русскому. С уважением, Лариса Васильевна. Он ей пишет, спасибо, но я не Петр, я Андрей. Ответ. Вот это при меня зовут, не здравствуйте. Вот так это воспринимается. Норма действительно предполагает слова, не слова приветствия, а именно обращения. Я должна сказать, это надо просто себе в этом отдавать отчет, что у 50% ваших корреспондентов на здравствуйте возникает желание сказать до свидания или ДС. Вот просто так даже. А получается, что как вот в этом эпизоде был боксер по фамилии Добрый вечер, когда объявляли его фамилию, зал со смехом отвечал здрасте. Но это вот анекдотическая ситуация. Что еще у нас заботят? Это канцелярит, наш любимый. Тут я уже буду проломать. Пример из Ильфа Петрова. Проведено массовых вечеров 34, охвачено 48 675 человек, массовых танцев 4, охвачено 9 121 человек, проведено массовых авралов 18, охвачено 165 тысяч человек, подняты ярости масс 3, классический, ой, мамочка, что я сделала? Нет, все хорошо. А вот, а это то, с чем мы встречаемся все время, да, нам говорят, в целях повышения качества обслуживания разговор может быть записан. Человеческие фразы внизу. Вариант первый, обратите внимание, разговор с оператором может быть записан или просто разговор с оператором будет записан. Возможность падения с платформы. Спасибо, что предоставили, это называется. Осторожно, не упадите с платформы, было бы доходчивее, правда? Или, например, вот данная доска террасная была окрашена лаком таким-то, и данный лак можно приобрести. Почему бы не написать проще, да, вот эту инструкцию в магазине. И вот пример из деловой переписки. В настоящий момент в рамках комплексного позиционирования наших услуг в коммуникационном пространстве сети интернет мы заинтересованы в размещении контента в вашей группе. Ой, из личной такой размещать информацию. И вот к чему приводит канцеллерит? Он приводит к потере информативности. Ну вот, например, это любимый пример Саши Каринпина, и он очень доходчивый, поэтому я его привожу. Бычок идет, качается или осуществляет хождение и покачивание. Хождение и покачивание может осуществляться бычком, а также может иметь факт место хождения и покачивания бычка. Но бычок, как всегда, рулит. Кстати, тоже вот английисты все переругались, потому что рулит, это вовсе не от рулит, это от rules, которые правила. Вот, сленг, ну, потому что все говорят, надо правильного из рулит. Нет, он не рулит, он именно рулит, потому что от рулс. И вот все дело, конечно, в стиле, потому что стиль может быть личным, нейтральным, формальным, да, он очень часто путается. Нейтральный стиль предполагает, что мы договариваемся по-человечески, говорим на равных, сообщаем об отношении фактов и нейтральным стилем обычно и личным хвалят. А если ругать, то лучше формально. Ну, то есть это нехорошо, да, не вы такой нехороший, ай-яй-яй вам, вот это просто было не очень здорово. И позиция такая позиция, я за нее душой болею. И вот тоже это разбор совершенно конкретных вещей. И тут формальное, например, да, вот, добрый день, начнем с прямой речи. Скажите, пожалуйста, что хотел сказать автор, начнем с прямой речи? Скажем прямо, без обильников, потому что там прямая речь дальше не звучит, она не приводит, а? Она не приводит, там нет кавычек и нет слов-фактора. Дальше продолжение. Половина шаттла не наших сотрудников, при этом многие наши не влезли, давайте по пропускам сажать. С одной стороны, вроде начнем с прямой речи и предполагать всякая формальная, суровая коммуникация, типа по газонам не ходить, да, вот, а с другой стороны, слишком много разговорных слов, и для задачи-то нужно что-то конкретное, чего хотите-то на самом деле. А вот другое неформальное предложение, дорогие коллеги, пользующиеся услугами корпоративного шаттла, очень просим вас добровольно показывать водителям на входе свои пропуска. Порой они у вас и так спрашивают, но, как правило, забывают об этом. Это поможет отличать своих от чужаков. Мне тут только слово чужаков не нравится, от чужих, да, лучше было бы сказать нейтральнее, но это все-таки доброжелательный личный стиль. Вот, собственно говоря, про все тонкости устной и письменной деловой коммуникации мы написали вот в этой книге. И, пользуясь случаем, хочу вас пригласить на презентацию, она будет 7 сентября, в субботу в 12.45 на стенде издательства «Эксмо». Вот эти самые наши волшебные таблетки. Ну, про устную коммуникацию там, конечно, речь идет вообще о том, что такое партнерские отношения в коммуникации, все максимы, как слушать, как задавать вопросы, как отвечать на вопросы, если вы не хотите на них отвечать, но сделать это нужно вежливо. Разные типы собеседников, как с ними себя вести, как вести переговоры, как строится деловая собеседа, как разные-разные комплименты можно делать и обращать это себе в пользу. Поскольку сейчас действительно все пишут, они говорят, там еще есть такие ораторские разные секреты и секретики, и разные советики, как строить яркую речь, что хорошо, что плохо, совершенно разбор конкретных примеров. Ну и про деловую переписку тоже на всех конкретных примерах. Вот просто, что называется, от А до В, А, Б, В, вот эти правила, и как строить разные письма, тоже мы рассказали, сделали еще такую вещь, как раздел «Все ли правильно?» тут прорудлишь, потому что меня просто выводят из себя, когда меня спрашивают про то, какие у меня скиллы, это того хуже, лучше, если скиллы, я полезла в словарь, выясняется, что какими навыками я обладаю, и вообще, что я умею делать в этой жизни. И еще, например, сейчас слово «эксперт» употребляется направо и налево, мама настоящий эксперт, в чем только нет, имеется в виду профессионал, потому что вообще-то эксперт – это человек, который специально чем-то владеет и может давать экспертные заключения официальные. То есть он просто профессионал, мастер своего дела, знаток, можно еще было бы сказать. Но когда говорят, зная о высоком уровне вашей экспертизы, мы хотели бы вас попросить о чем-то прочитать лекцию, тут уже начинаешь... Что? Экспертное мнение, мне кажется, это можно. Экспертное мнение, да, можно, но когда ты любого профессионала называешь экспертом, это неправильно. Да, конечно, потому что человек разбирается лучше. Или, например, я очень не люблю, когда призывают спикеров выступать, потому что спикеры на самом деле говорят только от имени компании. Они все приглашенные выступать, говорят, вот я сейчас, например, не спикер Курилки Гутенберга и даже не спикер тотального диктанта, я сама по себе филолог Олечка, которая вот тут с вами разговаривает о чем-то, да, но я эксперт, вот так можно сказать, или просто там докладчик. Ну вот это вот да. Но сейчас я хочу с вами вернуться на улицу и очень быстро пролистать, поскольку мы начнем 15 минут позже, то мы можем себе это позволить. Мы не говорим. Вот это диалог, записанный методом включенного наблюдения, когда я шла в замечательную бизнес-школу Мирбис и три раза, у меня так вот просто под ногами, а я чуть не падала, пробежал молодой человек в кашемировом пальто. Он шел туда же, куда ли я. Я решила спросить, не лучше ли было бы просто сказать, пропустите меня, пожалуйста. Вы видите, что мне в ответ все время молчание, но только оно разноокрашено, мимически. Удивленное молчание. Один раз сказал, жму на клаксон. Ну так, в общем, кивнулась, а он да-да, да, сигналю. Почему голосом не пользуетесь? Недоуменное молчание, как им пользоваться? И раздраженное молчание было в ответ, когда я предложила формулу. Где место, не стараются не потерять друг друга, в очереди в поликлинике. Наблюдала сцену, выведу на слайд, но ситуация была такая. У женщины был приступ сердечный, талончик к врачу, да, вот это текущая очередь, идут старички, проситься как-то неудобно, вот, вроде как случай был не на скорую помощь, но вот приходит молодой человек, и она говорит так радостно, а тот человек, пропустите меня, пожалуйста, мне только направление на кардиограмму нужно взять, вот у меня сердечный приступ, таким голосом нейтральным. Женщина, а вы же не спрашиваете меня о моих планах на вечер? Я вот пришел по времени, так что сидите, пожалуйста, если вам так плохо, могли бы скорую помощь вызвать. Вроде ничего хамского, а вместе с тем хамского, абсолютно. Но когда пациентка и соседка вздохнули, сказали, уже непонятно, что творится с мужчинами, да, никакого рыцарства, тут начался такой капслок, у вас все в порядке с головой, вы обсуждаете меня, слух, траля-ля, вот при мне себя обсуждаете. Почему это происходит? Потому что, вот мой персонаж, потому что это уже писали культурологи лет 10, что вот это вот постоянное виртуальное общение перестает, как бы сказать, материализовать образ собеседника, вот такого вот человека, он для нас действительно что-то вроде томогочи, или покемона, которого можно поймать, томогочи, там можно накормить, но сдохнет от недостатка общения, его можно перезапустить, с людьми так не получается. Ну и теперь я еще хотела в заключение что-нибудь полезное, вот в нашей книжке тоже есть раздел, который называется «Собственная грамотность», простыл чекер. Он когда друг, а когда враг. Начнем с того, что интернет у нас становится, ну вообще про всякие интернет вещи. Он у нас переносчик вирусов. Например, модные слова ярлыки, о которых я уже сказала, их начинают все употреблять, и это тиражируется. Скрытые кальки с английского распространяются. Ошибки тиражируются, например, по приезду, по прилету, это просторично и грубо и неправильно, правильно, по приезде, по прилете, по окончании. Есть люди, которых я удивила? Наверняка есть. Тем не менее, это вот так. То есть вот ошибки тоже тиражируются. Значение слов выдает. На первом месте выходит значение по Википедии, о словаре Даля. Это 19 век Ушакова, это 40-е годы, 20-го, уже было 56-е годы. Самый современный словарь, который выходит вот именно в таком порядке. Это словарь Ефремовой 2000 года. Сейчас уже 2019-й. Слова меняются в значениях. На поверхности оказывается новое, псевдоновое. Например, в 2004 году выражение «довести до цугундера» приписали Путину и дальше начали говорить «взять за цугундер», то есть почти что за шкирку и вообще как-то его склонять. А вот в том самом словаре Ушакова есть это выражение с переводом и даже с отсылкой к тому, откуда оно взялось из армейского жаргона. Это приговаривали цугундер в сотне палочных ударов. Соответственно, вот это вот довести до цугундера отсюда. Или «бежливые люди» считается, что это выражение февраля-марта 2014 года. Да, вы удивитесь, но «бежливые люди» в погонах существовали со времен Герцена в русском языке. Их тоже очень много именно в тех самых значениях таких странных. Ну и закрепление ошибок. Ну вот про по приезду, по прилету я уже сказала. Например, «пончечная» вместо «пончика» в этом «бастанкине» стояли «пончечную» журналисты, 50% написали так. Мой друг Оксана Пашина, с которой мы ведем программу, была на новостях, она говорит, «я решила, что я сошла с ума, пошла смотреть словарь». Нет, я не сошла, что с ума. Правильно, пончиковые. Медиаресурсы все пишут. Вы знаете, это был самый фотографируемый кадр журналистами на каком-то культурном форуме, когда я сказала, что медиаресурсы пишутся слитно. Везде практически вы найдете вот такое написание. Есть еще вредные ресурсы. Тут можно даже не смотреть, это просто, что называется, для иллюстрации, что я это не придумала. Например, где ударение РФ, не пользуйтесь этим ресурсом никогда, потому что год тому назад он давал прикрепит и закрепит вопреки норме. А потом, видимо, кто-то сказал, ребята, что вы делаете. И вот они изменили на нормативное употребление. Но не факт, что они где-то в другом месте такого чего-нибудь не сделали. Ну вот, почему спеллчекер? Во-первых, он не знает, как писать слово спеллчекер. Начнем с этого. Почтовый сервис Яндекса и Мейл.ру говорит, что нужно писать полмандарины. Это правильно? Нет. Правильно, полмандарины, но поллимона, полапельсина. Два года тому назад Яндекс предлагал все писать раздельно, без дефиса. То есть пол отдельно, а дальше все остальное. Ну, медиаресурсы, видеоконтенты суперспециалисты тоже пишутся неправильно. Сервис проверки пунктуации не различает вводных и невводных слов сравнительных оборотов с как и тех, где как означает в качестве. Еще мне очень нравится, когда я пишу про Баха, который композитор, он говорит, уберите, это про столичное междометие. То есть Бетховен, да, Бах нет, не воспринимается. Айфон и Айпады отделают приставки апонимичные предлогами навстречу и навстречу не различаются. Кофе на вынос вы как напишете? Тут звездочка специально стоит. Слитно, разделено через дефис. Один из трех ответов правильный. Слитно, сказала грамотная девушка из второго ряда справа. Точно? Правильно, на вынос. Причем, испаковый веков так я проверяла по национальному корпусу, а везде написано на вынос. Вот, собственно говоря, у нас есть норма и норма. Где смотреть? Вот есть нормативные словари про произношение, про написание. Есть электронные ресурсы. Грамота.ру всем известная проверка слова. Там русский орфографический словарь пополняемая версия новыми словами и всем. Есть такой сайт словари.ру, где очень много словарей академических лежит, в том числе последний толковый Ожбова-шведовый и просто шведовый словарь самый современный 2007 года. Один раз надо зарегистрироваться, это бесплатная регистрация. Почему? Потому что, если вы без регистрации, вы получаете только пять ответов. Если с регистрацией, то абсолютно весь поиск вам доступен. Так просто удобнее. Есть еще вот такой ресурс. Это поисковый ресурс. Орфографический русский объяснительный словарь-справочник, где можно искать там по поиску. Там есть строчка поиска, можно просто набрать слово, и вам выдадут правильное написание, но не только правильное написание, но еще и отсылку к правилу, к параграфу правила, который определяет это написание. То есть вы можете посмотреть сразу. Ну и вот, спасибо за внимание, если у вас есть вопросы. Собственно говоря, смысл моего выступления был вот о чем, что мы действительно, когда мы коммуницируем, должны бы по идее думать о том, что мы все-таки либо говорим, либо пишем. И вот как-то проникнуться тем, что это делается не просто так, не ради того, чтобы передавать информацию, а для того, чтобы эта информация служила нашему общению и достижению деловых консенсусов и человеческого какого-то взаимопонимания. Спасибо. Если есть вопросы, то переводите руки. Да. Спасибо огромное. У меня два вопроса, но очень быстрые. Первый, как вы относитесь к слову компетенции? Ужасно, но никуда от них утишь нельзя, потому что компетенции, они Министерством образования и науки закреплены уже все. Я плохо отношусь, потому что компетенция, она... То есть по мне так, человек либо компетентен, либо некомпетентен, а дальше у него есть разные навыки и разные умения. Вот то, что имеется в виду под компетенциями. У нас тоже есть знания и умения. Вот я, например, никогда не могу отличиться одно от другого. Я не знаю, то есть есть какие-то специально обученные люди, преподаватели вузов и школ, которые умеют отличить знания от умений и понимают, в чем разница это формулируют в программах. Я просто преклоняюсь перед ним, обычно списываю, если так ответить. Но к слову компетенции я отношусь плохо. Но, в принципе, есть такие терминологические значения. Например, экономика, она тоже вообще должна быть по правилам русского языка в единственном числе, или бизнес в единственном числе. Но это же сплошь и рядом уже в обороте, в узусе экономики разные, потому что разные типы. Это как чаи, разные сорта имеются в виду чая, точно так же разные в кавычках сорта экономики, виды экономики или бизнесы. Малый, средний, большой, крупный. Разные бизнесы существуют, да? Ответила? Да, спасибо. И второй вопрос. Вот я не могу ничего с собой сделать, но вот у меня вот это, когда вы пишут с большой буквы в письме, мне лично, или в книге я читаю, там, клиентам, а вот вы-вы-вы с большой буквы. Вот я прям нервируюсь. А что с вами так вот происходит? Я вот не могу объяснить. Уважение к вам обращается. Но почему с большой буквы? Потому что так положено. Потому что вам так выказывают уважение. Хорошо, у меня есть чудес. Я просто была счастлива, когда я этот пример получила. Сейчас я отвечу про вы-вы. Значит, вот любимый мой Максим Ильяхов, который закончил то же самое русское отделение филфака НГУ, он, значит, почему-то мне за теток, правда, стало обидно, но сказал бы 80-летним дядькой себя чувствует. Он тоже почему-то себя чувствует 80-летней теткой, когда к нему отвращаются на вы с большой буквы. И тут в переписке одной компании случился конфликт, потому что некая, назовем ее Вера, получила письмо. Вера, я вас подключаю к обучающему порталу. С маленькой буквы было написано Вера. Вера пишет письмо. Анна, я почему-то не понимаю, сотрудники не могут зайти на этот портал, у нас ничего не получается. Вера, так я только вас подключила. А напиши она с большой буквы, это вас, не надо было бы писать два письма, и сотрудники бы даже и не пытались, потому что было бы понятно, что имеется в виду одна Вера. То есть я уже даже не про то, что так положено. Понимаете, это все равно, что когда я говорю, что не надо здороваться в письме, и не нужно начинать обращение на улице к незнакомому человеку со слову «Здравствуйте», то я чувствую себя врагом народа, и люди так вот, как вот это можно «пожалуйста», вот ванильно, еще вот сторис не отдают. То есть говорят, что в единственном числе должно быть сторис. Я поняла, что это такой домашний зверек, питомец такой сторис, вот плюшевый какой-то, и поэтому его не отдают. Ну, правильно, это сторис, но ты смотри, смотри, куда-то зашел, в Инстаграме там, значит, сторис, в английском варианте истории, да, а в Фейсбуке там просто написано «Истории», да, то есть сразу понятно, о чем, никого вопроса нет. Не отдают, а почему, вот непонятно, потому что, ну, что ж такого пожелал человеку здоровья, но кто-то скажет даже вообще, вот мы сказали, «Здравствуйте», пожелали здоровья, а что-то вы вторгаетесь в мою личную сферу, что-то вам мое здоровье далось, я что, плохо выгляжу, что ли? Вот, такие реакции тоже есть, вот что самое смешное, мне кажется, что надо как-то попроще быть, и вот, «Здравствуйте», вот когда вы вошли или позвонили по телефону, тут без «Здравствуйте» никак, а если вы на улице, то не надо три раза начинать все со «Здравствуйте», особенно если вас не даст, вот у меня был вопрос, как пройти, у нас любимый вопрос, как пройти на Новый Арбат или на Старый Арбат рядом с Эхом Москвы, и вот, по Арбату, где ездят машины, такое есть еще тоже определение, «Здравствуйте», как мне пройти на машину Арбат, я говорю, «Простите, я не раз слышала, здравствуйте с самого начала, ты мне скажи, новый или старый тебе, вот одно слово, в принципе, нужно», и один раз я в Варшаве попала в чудесную ситуацию, когда я зараженную этим вирусом, обращаюсь к пульке одной, потому что мне надо было четко понять, куда мне идти быстро на заседание конференции, и говорю, «День добрый», и вот дальше, там, значит, по-польски, как мне пройти к университету, полный непонимание, когнитивный диссонанс в глазах, я думаю, «Может, пани не знает, где университет», я переформулирую вопрос, я говорю, «Ну вот улица Липова, 22, прямо напротив библиотеки с этими самыми садами», и она говорит, «Боже мой, так вы просто дороги спрашиваете, а вы же поздоровайтесь», я стою, «Думаю, где мы встречались с вами», вот странно, где жесткий этикет, это вот просто совершенно не та история, вот, поэтому я не понимаю, почему вот так прямо вы, потому что мне кажется, это все-таки если… То есть вы себя тоже чувствуете 80-летней теткой, что ли? А что случилось? Издеваются? Это типа как кто-нибудь комплимент, если он хорошо выглядишь, а что тебя отменяется, с чего-то втрышь? Чиновникам, это чиновничий какой-то, вы именно с большой буквы, вы нормально… Знаете, я обижаюсь, когда мне пишут, вы с маленькой буквы, не чиновники. Субъективно распределять, нет, а просто потому, что уважение в русском языке выражается большой буквы, если мы с вами на «вы», если на «ты», то там нет большой буквы, хотя, например, польская подруга моя, опять же, мне пишет Оля «ты» с большой буквы, тем самым выражая уважение. У них так принято, у нас не так, у нас «ты» с маленькой, а «вы» с большой, в единственном числе. Извините, если я вас огорчила, но нормы русского языка и правила вежливости вот таковы. Хорошо, я перестроюсь. Спасибо. Это будет просто моя личная победа, если это случится. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Ольга, спасибо большое за интересную лекцию. Я, как выпускник филфака, высветилась. Олега. У меня такой вопрос, мы поговорили, как-то слайд был с АВВ, и там был пункт про благодарность. Скажите, пожалуйста, в конце писать «заранее благодарю» это как доброго времени суток или нет? Это не совсем как доброго времени суток, но это манипуляция, мы же это понимаем, да? Потому что еще никто ничего не сделал, а мы уже заранее благодарим. Это вот как бы... То есть здесь мягче с надеждой на... То есть вы только выражаете свою надежду, но человек вправе ее оправдать или не оправдать. А вот заранее благодарен, предполагает... Оставляет выбора. Да, не оставляет выбора, то есть это вызывает очень большое раздражение. То есть это более жесткая манипуляция, чем с надеждой на. Спасибо. Поднимайте руки, чтобы я видел, к вам подходить. Пока роман подходит, некоторые люди входят в аудиторию и говорят доброго времени суток. Должен. Угу. Хочется быть... Конец всему. Слушаю вас. У вас был слайд, где вы предполагали, почему люди отказались от двоеточек и точки запятой. Да. Вы предположили, что это связано с маленькими, а я человек из уже поколения за этот крейсер. Я не знаю, что за Z. Пока не придумали. Да. Маленькое наблюдение, что у большинства клавиатур мы обычно держим телефон правой рукой и дотянуться до тиры гораздо легче, чем до... Ой, господи, слушайте. Возможные варианты такого объяснения, но, скажем, у меня не стоит такой вопрос с клавиатурой. У меня просто совершенно другой телефон, это принципиальная позиция, он у меня кнопочный. Мне так удобнее это называется. Я не буду оправдываться, почему. Там нет такой проблемы, но я себя ловлю на том, что мне это кажется действительно... Вот поставил двоеточие, чего-то не хватает. То есть это, возможно, ваше объяснение тоже правильно, потому что вот Левон Николаевич Савиакин, который тут сидит, не даст мне соврать, что Евгений Флорентович Киров, который большой профессор Института русского языка имени Пушкина, он вообще предлагал... Я только забыла, что он собирался сделать с точкой с запятой, что тут он собирался упразднить. А, то есть если запятая, то запятой вообще не ставит. То есть если точка должна была быть, потому что у него тоже клавиатура не так переключалась, ему надо было переключать на знак, поэтому предполагалось, что если дальше продолжается фраза с большой буквы, значит там должна была быть точка. А если с маленькой, то там должна была быть запятая. Ну тоже так удобно. То есть если... Если с точкой, то есть если так оттенка, то это запятая. А, если точка. В общем, все очень сложно. Слушатели реагировали однозначно. Они писали, он сумасшедший. Ну, в таком... В немедицинском смысле этого слова, да. Ну, смелое было решение предложено. Вопрос еще там? Ну, у меня не вопрос. Я желала, во-первых, благодарность. Спасибо вам большое. Мы тут, по-моему, все посвятились. У нас удовольствие. Это лист похвал? Я приму за комплимент. Спасибо большое. Я смущена, но слушать приятно. Да, 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 мы знаем это. Поколение Большого Пальца, это известная история. Но вот я еще могу сказать, что поколение Z, оно еще очень за феминитивы. Вот вы как к феминитивам относитесь? Даже странно, что вы не спрашиваете. Плохо? Хорошо. Я была в совершенном потрясении, когда вот в декабре прошлого года юные 15-летние девушки волнуюсь страшно, с жутким возмущением таким, сдерживаемым. Сказали, что надо пересмотреть все словари. Как вы как лингвист не стоите за это? Надо же пересмотреть все. Потому что у нас даже самое главное слово человек мужского рода. Я потерялась. Я говорю, а как надо-то? Ну, как человека? Я поняла, что я не хочу быть человеком. Мне почему-то как-то вот человеком и неуютно очень быть. Да. Они вот как-то, да, очень серьезно. Большой палец в феминитив. Есть еще вопросы. Ну, за версию с клавиатурой спасибо это одно из объяснений тоже, да. Есть еще вопросы? Может быть, вас что-то интересует при деловой коммуникации, что вы боитесь спросить? Но книжка уже вышла. Она даже едет из типографии в офис XMO. Видимо, вопрос. А вот еще. Про смайлик, скорее. Про смайлик. Бывает такое, что смайлик, но просто необходим. Бывает, конечно. Но вот когда пишешь, например, сочинение в школе и хочешь сделать что-то по-необычней и, ну, не можешь нарисовать, скажем, улыбающуюся рожицу и пишешь загадочно улыбаюсь в скобочках. или там, например, тихо хохочу. Вот это правильно или нет? Вот такое как бы вот. Я бы сказала, я бы сказала, что в скобочках словами это правильнее, чем в школьном сочинении рисовать рожицы. Скажем так, это будет понятнее и легче оцениваемо учителем, но я предлагаю вам челлендж, простите меня за мой русский. Вы попробуйте написать словами вашу фразу так, что будет понятно, что вы тихо хохочете или слегка улыбаетесь. Поверьте, это возможно, если посмотреть словарь синонимов и тонкие смыслы выразить. Пожалуйста. Нет, ну потому что это к вопросу, как если человек передвигается, он может бежать при прыжку, он может еле ползти, он может плестись, он может идти нога за ногу, он может просто тихо, ну не знаю, ковылять, например. Это абсолютно разное. Вот у нас, кстати, еще с приходом цифры и видео, да, которые есть видео-видео, у нас сейчас утрачивается способность даже людьми, которые профессионально должны этим владеть, а именно журналистами-радийщиками, которые, по идее, должны словом рисовать картинку. Вот они ее уже не рисуют, они абстрактно и существительное употребляют, потому что опора всегда на видео уже идет. Вот челлендж. АПЛОДИСМЕНТЫ